доброе утро ребята с вами валентина ребята сегодня погода у нас нелетная на улице опять снег идет такой крупный массивный который по прогнозу синоптиков должен перейти к вечеру дождь завтра послезавтра опять дождь не знаешь чем себя занять будем сегодня куховарить стали позавтракали кашку овсяную сварила чай а теперь начну делать печенье овсяное наверное печенье овсяное сделаю супчик какой-то сварю что-то мясное надо придумать раз такая погода муж все время чистит уже на на три раза чистил хоть сейчас только 11 часов утра дня или как это можно сказать но снег заставляет его работать а я сейчас наверно включу стиральную машиночку перед новым годом перестирать нужно все постельное белье так мы уже сделали уборку всю комнате все шторы перестирали тюль перегладили повесили лампочки все люстры по вымывали елочку поставила вчера поставили вместе муж складывал я украшала а сегодня займусь кухней до нового года еще четыре дня у нас двадцать седьмое сегодня что-то мясное приготовлю может не знаю сама пока что вся раздумьях фарш доставать или мясо или тушенку пока не соображу сейчас подумаю и буду что-то готовить мои хорошие присоединяйтесь ко мне привет друзья еще раз сейчас мы начинаем с вами готовить овсяное печенье для этого нам понадобится чайная ложка рыхлителя пол чайной ложки ванилина 100 грамм сахара 100 грамм муки 100 грамм масла 50 грамм шоколада 150 овсяных хлопьев и два мелких яичка или одно крупное сначала я буду взбивать масло с сахаром с ванилином и с яйцами ребята сначала я беру масло с сахаром ванилин сюда положила и перетираю масло с сахаром сразу яички наверно объем яички у меня не крупная потому два были бы крупные можно одно использовать и все это перетираю шоколад я наверно друзья попробую потерять на крупную терку чтобы кусочки такие средних размеров если не получится на терку на крупную я значит тогда паре я просто посечу я ножиком посеку так как получится я думаю получится на крупную терку так ребята сюда то я бросаю рыхлитель тоже и 150 грамм хлопья это перемешиваем тщательно с маслом с яичками и добавляю ребята сюда 100 грамм муки просеянной уже сто сто тридцать сколько хочет можно добавлять от 100 до 150 смотрите по консистенции своего теста какой она получилась у меня получается чуть-чуть густовато я могу даже еще чуть-чуть немножечко добавить сюда даже не знаю чего можно добавить молочка немножко или сейчас добавлю молочка наверно ребята у меня есть вот такое вот кислое молоко которое я его заквасила хотела делать трухлявый пень я вот несколько ложечек сюда добавлю потому что нужно еще чтобы настоялось хлопья немножко набухли набухли вот рецепте у меня нету но иногда вот так добавляю какие смотря хлопья купишь в магазине вот добавила несколько ложек и это мало где-то грамм 50 буду добавлять кислого молока просто квашек как бы сама закислила молочко поставила на котел оно простояло ночью закислилось вот так ребята у нас получается такая мешанинка мы это все отправляем на полчаса чтобы она постояла чтоб немножко разбухли хлопья разбухли хлопья разбухли хлопья вот такой вот муховидное вот такое вот густое получается как бы тесто если можно его так назвать сейчас отправим на полчаса его на остывание можно в холодильник поставить ребята я поставлю в кухне у меня не очень так в кухне жарко просто прикрою его крышечкой или целлофанчиком и пусть полчаса постоит через полчаса ребята мы вернемся к этому блюду а пока попробую шоколад натереть на крупной терке что из этого получится сейчас посмотрим что это получится или не получится нет так просто ножиком тогда будут измельчать измельчать шоколад у меня черный вот такой жесткий сейчас посмотрю что нет это сильно мелко получается даже на крупную терку мелко получается буду друзья ножиком резать как получатся такие полосочки как струганинка получается хорошо ножиком отлично и режется быстро все друзья ждем полчаса и будем делать свои печенья и так ребята прошло 30 минут я достала еще фарша полкилограмма с морозильника разморозить буду что-то еще делать с фарша а мы ребята свой противень бумагу положила сейчас поверну телефон чтоб все виднее было его смачиваем эту бумагу для выпечки слегка подсолнечным маслом как наши печенья себя поведут посмотрим я думаю уже набухло все что нужно было набухнуть я имею ввиду овсяные лопья я туда еще высыпала сейчас шоколад натертый свой и 20 грамм где-то шоколада оставила я его растоплю в микроволновке и сверху украшу свое печенье чтобы было не только вкусно а и красиво так маслечка нам уже не надо мы достаем свое тесто так сказать и для того чтобы они были более-менее ровненькие печенье я сейчас это тесто пересыплю в пакет из пакета выдавлю ложечку сейчас пересыпаем я наверное ребята секундочку сейчас включу еще духовку пока я буду тут пересыпаться пусть духовка пусть моя духовка зреется на 180 градусов поставила все зреется пока мы будем формировать свои печенюшки чеколад ножом очень хорошо порезался такие меленькие стружечки получились луки наверно набухли потому что стала однородная масса постояли полчаса пахнет как ребята ванилин плюс шоколад запах стоит все сырое ешь так друзья и сейчас мы ножничками сделаем перечку в пакете не обязательно делать маленькую можно и побольше попробуем сейчас если мало будет еще разрежу чтобы только шоколада не получилось в течение не получилось целых ладок вот такие вот я потом ложечкой их примну чуть больше грецкого ореха делаю ребята я думаю нож еще у меня набухнет будет еще больше такие колбаски выдавливаем итак друзья все до конца итак ребята выдавили все свои печенюшечки теперь если что-то не нравится где-то и немножко приплюснуем его берем чайную ложку смачиваем в холодную воду вода должна быть холодная то горячей получится каша и формируем наши печенюшки итак ребята духовочка наша уже разогрелась я отправляю в разогретую духовку до 180 градусов пока на 20 минут через 20 минут посмотрим что у нас получилось я думаю хватит они не сильно высокие достаточно так ребята а пока наши печенюшки выпекаются я займусь супчиком сейчас сделаю сварю гречневый супчик мясо у меня еще мерзлое я пока не решила что мне еще делать или тефтели или ленивые голубцы в раздумьях хочется и то и другое сейчас подумаю скорее всего ленивые голубцы сделаю ну подумаю пока буду вариться суп я подумаю что еще делать ну и так ребята берусь за супчик буду картошку чистить лук морковку все буду готовить к супу мясушка у меня есть куры закрытые в банках литровую банку сейчас откроем мясо куриного оно жирное хорошее это супчик получится вкусный и так ребята прошло 20 минут наши печенюшки готовы запах стоит на всю комнату ребята на всю кухню да и не только на кухню наверное на улицу мы их все снимаем аккуратно горячие очень а там микроволновка работает там шоколад растапливаем свои 20 грамм шоколада которые мы 30 сюда бросили а 20 в микроволновке сейчас мы ребята этим шоколадом еще украсим свои печенюшки пахнет как хорошим кондитерском цеху у меня тут вот этого овсяного на маслечке шоколадом внутри сейчас уже микроволновка отключилась мы сразу и польем печенье шоколадом так так лоток очень горячий мы его сюда а сюда на кастрюльку тоже все горячее и положу печенье будем сейчас пытаться что-то оно еще не не растало как нормально еще надо наверное поставить ребята а может и хватит сейчас попробую буду заранее расстраиваться наверное нормально оно у меня растало я дело о том что я ставлю на разморозку шоколад когда ставлю что проставил в микроволновке то я ставлю его на разморозку на небольшой такой как раз 20 грамм на мое печенье мне хватило что и остается где-то сейчас еще подобавляю и так ребята показываю вам свои печенья я покажу сейчас в другом ракурсе сверху ребята вот мои печенья такие получились там было неудобно показать вот показываю сейчас сверху красивые вкусные а пахнет как не передать пробуйте ребята делайте это очень вкусно с магазинами не сравнить небо и земля и и и и и и